Коронавирус подтвержден у двух жителей региона. В Кузбассе объявлен режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал Сергей Цивилев. Слово дарил Исых. Оба кузбассовца, у которых выявлен новый коронавирус, находятся здесь, в областной инфекционной больнице. И, как подчеркивают специалисты, пациенты не в реанимации. Они изолированы, состояние стабильное. Состояние этих пациентов на сейчас с некоторой даже положительной динамикой. Ни одного нового пациента не прибавилось. С теми, кто был в контакте, идет организованная работа. В строгом карантине остаются 8 человек. Обследования в Кузбассе с начала опасного периода уже прошли более 200. Под наблюдением врачей 97. В режиме повышенной готовности все медучреждения. Они могут принять 900 пациентов. А в случае необходимости развернуть еще 600 коек, чтобы не допустить распространения вируса. Рекомендуют соблюдать гигиену. Банальное мытье рук. Должны порекомендовать нашему населению спиртсодержащие продукты использовать после мытья рук. Протирать руки, гаджеты 3-4-5 раз в день, клавиатуры телефонов, клавиатуры компьютеров. Особую обработку сегодня проходит и общественный транспорт. После обработки автобус становится стояночным бокс с открытыми дверями. Он проветривается. И уже на линию выезжает без запаха. Но главное средство борьбы – изоляция. В зоне риска пожилые люди им советуют не выходить из дома. Отменены все массовые мероприятия. Школьники до 8 класса досрочно ушли на каникулы. Старшеклассники и студенты перешли на дистанционное обучение. Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии. Звонки поступают каждые 2 минуты. Самый частый вопрос – отсутствие масок. Маски у нас не являются панацеей. Они в определенной степени защищают от капельной фазы, но не защищают от вируса гарантированно. Поэтому если вам спокойнее находиться в маске, вы можете сшить четырехслойную. Горячая линия создана именно для людей, которые собираются вернуться из этих стран неблагополучных. Или эти люди уже приехали, и они не знают, что им делать. Пожалуйста, не нужно звонить по вопросам, которые совершенно не связаны с темой коронавируса. В списке неблагополучных по коронавирусу стран по-прежнему Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Германия, Испания, Франция. Вернувшись оттуда, попадают под карантин. Сложной ситуацией уже воспользовались мошенники. В сети искусственно создают ажиотаж о якобы нехватке продуктов в гипермаркетах. Эту информацию уже опровергли. Также пожилым людям звонят и предлагают купить лекарства, а еще сдать тест. Мазок из носоглотки, сыворотка крови, возможно, исследование мочи. И только после неоднократного проведения этих обследований можно подтвердить или опровергнуть диагноз. Других способов диагностики нет. Так же, как и на сегодняшний день, не существует препаратов, которые бы четко действовали на новый коронавирус. Диагностику проводят только Роспотребнадзор и лаборатория «Вектор». Каждый день специалисты здравоохранения будут информировать о ситуации. Дарья Лысых, Мария Гермолова, Вести Кузбасс, Кемерова. Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафье Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!